здравствуйте друзья мы видим сегодня тибетеечку мне подарили такую знаете маловато маловато но я подумал если я сейчас постригшись ее не одену то потом она совсем не налезет вот алейкум ассалям в общем тибетеечку прихожу в офис сегодня никого не трогаю и говорю видели вчера с блогером хвостовичем видео снимал мне говорят правда это вот он тут у нас в офисе ходит по офису я думаю но ничего себе он оказывается пришел интернов набирать для компании поэтому у нас такой как бы неожиданный экстренный такой будет выпуск о том как блогер хвостович интернов интервьюирует да друзья сегодня с утра у нас снова блогер хвостович который не в мяты будете обратить внимание он на работе он пришел интервьюировать практикантов да а чё вчера не сказал я даже не знал ну так получилось ну в общем друзья поставить вот этот человек на работе он представительский такой вид имеет он пришел в другое учреждение и там хотя вот мог бы и побриться нам скажут видать вам что там за дискуссия да кошмар разгорелась интересно и за майки да ну хорошо студентов не будем огорчать идем интервьюирует и потом хоть остановись там мы хорошо ладно давай настенька скажите нам вы только что подверглись интервьюированию со стороны господина хвостовича как он вообще вел себя хорошо на добрый добрый но ничего такого не спрашивал спрашиваю то есть приставал фактически ну вопросы серьезно так ну отвечала что знала отвечала но улыбались как-то но такой вы даже вот после интервью вас ведь такой как будто бы немножко волнуетесь волновалась и сейчас немножко правда но ничего это же вот такой вопрос если бы господин хвостович был вмятой майки например вы бы как-то ну а вот вы сами такая вот строгая можно сказать специально так наряжались на интервью то есть вы не думали сейчас одену что там первую под руку попадется а вы смотрите канал господина хвостовича я смотрю частично сейчас же учусь да ну хорошо но вот не было такого ощущения что с медийный так сказать персонаж и вот вы с ним лично беседуете интересно было увидеть человека который я не раз видела в блогах то есть как в школу попадешь тут одни блогеры а наталью квик вы застали у нас а вы не снимались у нее у нее нет ну ладно достаточно того что вы у нас снимаете так ручкой сделаем так алексей значит вы вы сдвинете вперед к тебе телечку что же так что вы видите красиво алексей вы были и проинтервьюированы блогером хвостовичем да который выполнял функцию представителя компании он спросил о чем-то заковыристое нет особо так он ничего не спрашивал ну а что что вы расскажите что он спрашивает спросил о компании знали компанию ну а вы что знаете да я перед интервью готовился так хорошо компанию не разглашаем дальше чего спросили если машина могу ли я добираться до места потому что они вы такие сложные вопросы заковыристое подловить пытаются так так но хорошо а вы откуда сами я из калмыкии из калмыкии хорошо а у вас ходят в тибетейках там нет а в чем ходят колпак колпак как без головных как без головных а если солнце припекает как же вы будете на какие-то шляпы одевают кепки то есть нет какой-то национальный калмыцкой шляпы национальная конечно есть но так и в обычное время не одевают только на праздник куда-нибудь а если вот скачешь постепенно на лошади на коне что на голове будет наверное шлем цель безопасности так чего у нас рассказываете но ничего пришли сегодня проинтервьюировали несколько кандидатов это даже не сколько интервью сколько скрининг был но ничего ребята на хорошие ребята выбрали несколько человек которых понедельник пойдут непосредственно в саму компанию и там уже будет такое внутреннее интервью как бы непосредственно с менеджментом то есть из 6 надо было отобрать три на скрининг или или три это в итоге их возьмут в итоге возьмут двух из 6 из восьми а было 8 до хорошо то а но первый скрининг вот сейчас когда мы выбрали трех которые пойдут из восьми из восьми в компании из этих трех выберут ну отлично ну хорошо ладно не буду задерживать я вижу вы там все бежите да вообще сегодня как-то со временем ничего не успевать но но быть были три которые так нормально подошли отлично все это успехов спасибо